В информационной студии телеканала «Север» Елена Ванцева. Сегодня в выпуске. Доступность условий проживания инвалидов в многоквартирных домах проверили представители общественной палаты Ненецкого округа. Соответствует ли строение установленным нормам? Расширяя границы, Наринмарский мясокомбинат открыл фирменный магазин в столице Поморья. Какой ассортимент и цены ждут жители Архангельска в долгожданном магазине? Талантливые дети Заполярья продолжают покорять российские сцены. О том, в чем секрет успеха молодых дарований, в материале выпуска. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. Сегодня на сессии Заполярного района был избран новый глава администрации. Согласно результатам, оглашенным счетной комиссией, 12 из 13 депутатов отдали свои голоса за кандидатуру Надежды Михайловой. С ней заключен контракт, который будет действовать до завершения полномочия депутатов Совета нынешнего созыва. Сразу после на расширенном совещании глава региона Александр Цибульский лично поздравил Надежду Леонидовну с вступлением в новую должность. Ответственность сегодняшнего дня на ваших плечах огромная, но я уверен, что вы справитесь. Вы давно, собственно говоря, этим делом занимаетесь, все понимаете. Поэтому мы вас поздравляем и одновременно на вас надеемся. Также глава региона поблагодарил экс-главу районной администрации Олега Холодова за совместную работу и ответственное отношение к делу. Депутаты Совета Заполярного района Владимир Крупа и Искательского постсовета Юлия Храповицкая вошли в состав Палаты молодежных законодателей при Совете Федерации. Куратором от Ненецкого округа Рима и Галушиной поставлены задачи и план работы на текущий год. Встреча состоялась в окружной столице в рамках региональной недели сенатора. Добавлю, что Ненецкий округ в Палате молодых законодателей при Совете Федерации представляют депутат Совета Заполярного района Владимир Крупа и депутат Искательского поселкового совета Юлия Храповицкая. В качестве направлений для своей деятельности Владимир Крупа выбрал сферу спорта и молодежной политики, Юлия Храповицкая, социальную политику и международные дела. В свою очередь сенатор от Ненецкого округа в Совете Федерации Рима Галушина выразила готовность к сотрудничеству с молодыми законодателями. Это будет, я считаю, моей обязанностью своим молодым коллегам помочь в продвижении их законодательных инициатив. Я бы хотела с первого начать инициативу, это запрет энергетических напитков на территории НАУ. Это региональная тема. Да, региональная тема. Мне бы хотелось ее возродить. Она была в молодежной палате при собрании депутатов прошлого созыва. Эта тема поднималась, но почему-то не пошла дальше. Во-первых, надо изучить опыт других субъектов. Я знаю, что кроме того, этим вопросом занимаются уполномоченные по правам ребенка. Можно подключить Галину Николаевну Гуляеву сюда, потому что она в курсе. Этот вопрос обсуждался на многих площадках уполномоченных по правам ребенка, поскольку я сама была в этом статусе и знаю. И в настоящее время тоже, в общем, я думаю, что сможет продвинуть этот вопрос. Хорошо, я готова включиться. Также в ходе встречи молодые законодатели и сенатор от Ниньского округа обсудили задачи и план работы на текущий год. Общественная палата Ниньского округа организовала проверку мер по доступности условий проживания инвалидов в многоквартирных домах. Под прицел общественников попали два дома. Деревяшка на улице Меншикова и многоквартирный дом на улице Тыковылка. Соответствует ли строение установленным нормам, расскажет Мария Владимирова. Доводчик работает. Это работает? Нет. То есть у нас есть требование по полупросекундному тайм-ауту, так называемому. С неудобствами в Наринмарских домах люди с ограниченными возможностями здоровья встречаются прямо с порога. Один из ярких примеров строение по адресу Меншикова, 4. Виталий Хабаров о проблемах этого дома знает не понаслышке. Вы живете на втором этаже? Да. То есть здесь у нас есть требования как по углу наклона естничного проема, так и, соответственно, по размещению поручни. Но, опять же, если теоретически поручни мы здесь поставить можем, ну, как правило, она обледенеет и так далее, и так далее, потому что подъезд неотапливаемый, да, значит, то уклон. Дверь закрывается быстрее, чем определено требованиями, и открывается она лишь в одну сторону, а положено в обе. На крыльце отсутствует поручни, высота ступенек и порогов превышает нормативы. И это лишь часть несоответствий. Решением проблемы может быть исполнение постановления правительства. Значит, специфика 649-го постановления правительства заключается в том, что она позволяет нам приспособить жилые помещения и общедомовое имущество тех домов, в которых у нас проживает инвалидия. То есть мы можем приспосабливать в рамках 649-го как государственный жилой фонд, так и муниципальный, так и частный, соответственно, жилой фонд. Однако соблюдать правила довольно сложно. Учитывая специфику жилых домов, провести до оборудования, например, установить дополнительные поручни в подъездах, невозможно из-за малых площадей. А провести капремонт того, чего не существует, невозможно. На сегодняшний день необходимо сказать следующее, что мы работаем в рамках региональной программы капитального ремонта. И там определены конкретные виды работ. Они установлены. Там как таковых нету работ, когда оборудование или реконструкция. Мы ремонтируем только, по сути, то общее имущество, которое, скажем так, срок эксплуатации у него истек. То есть мы восстанавливаем то, что разрушается в связи с эксплуатацией. Вопрос о приспособлении в рамках 649-го постановления, к сожалению, таких ни заявок, ни вопросов пока не возникало. Впрочем, в Нарьинмаре есть жилые дома, которые можно отнести к частично приспособленным. Они имеют пандус и необходимое количество перил. Однако над пандусами нет крыш, а это создает опасность во время таяния снега. Кроме того, домофон оказывается недосягаем для инвалида-колясочника. Оценив ситуацию, члены общественной палаты Ниенского округа предлагают кардинальное решение проблемы. Чисто технически, конечно, наш старый жилфонд, который мы смотрели, переоборудовать его под те параметры, которые было заявлено, мне кажется, очень сложно. То есть речь, наверное, должна вести, что по переселению инвалидов более доступно, что мы подготовим обращение в органы соответствующие. И будем смотреть, как они будут исполняться, и те же постановления правительства, о которых мы сейчас говорили. Думаю, что все должно получиться. Соответствующие рейды по поручению общественной палаты Российской Федерации должны пройти во всех регионах страны до 20 февраля текущего года. Также в рамках данного рейда будет проведено анкетирование. Инвалиды, проживающие в многоквартирных домах Ниенского округа, получат специальные опросники, в которых им нужно будет дать ответы на несколько вопросов. Данные анкетирования будут рассмотрены уже в Общественной палате Российской Федерации в марте текущего года на круглом столе. Мария Владимирова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Мясо-продукты выходят на межрегиональный рынок. Накануне в Архангельске состоялось открытие фирменного магазина с продукцией из северного оленя. Колбасы, полуфабрикаты, консервы и, конечно, деликатесы. На витринах представлен практически весь ассортиментный ряд. Из столицы Поморья репортаж Алины Ваучейской. Этого события в Архангельске ждали долгие годы. И вот случилось. В центре столицы Поморья появился фирменный магазин месопродуктов. Всех, кто пришел на торжественное открытие, угощают деликатесами из Оленины. Гости довольны. Очень вкусно. Мне кажется, я даже аналогов не могу ни с чем сравнить. Очень замечательные продукты. Пробовала. Ну вот чипсы прекрасно. Просто прекрасно. Потом мне очень понравились вот эти колбаски к пиву. Вот они хороши. Честно говоря, я даже не подозревала, что такое изобилие. Копченые и вареные колбасы, сосиски, пельмени, шницели, котлеты, консервы и, конечно, деликатесы. На витринах представлена большая часть продукции Наринмарского мескомбината. Первым покупателем стал архангелогородец Андрей Прищемихин. Мужчина был приятно удивлен не только широким ассортиментом, но и ценовой политикой. Цена очень лояльная, да, потому что то, что до последнего времени в Архангельске продавалось, ну, существенно было дороже, чем в Наринмаре. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, нас лишили аттракциона перед отлетом. Я в командировках очень часто бываю в Наринмаре, поэтому всегда перед отлетом обязательно к посещению магазин мясопродуктов и везу обычно коробочку, потому что ребенка кормим олениной. Еще один любитель мясной продукции из Заполярья Андрей Жданов. Когда учился в институте, практику проходил в Индиге. Там впервые и попробовал оленину. С тех пор я поклонник. Я очень рад, что такой магазин появился в Архангельске, потому что такой ассортимент, вы знаете, ну, весь олень представлен в полном виде. Вообще, я даже слов не нахожу, насколько мне все нравится. Работа по открытию торговой точки мясопродуктов в Архангельске началась сразу после ярмарки «Золотая осень», что проходила в Москве, где общество представляло свою продукцию. В ходе мероприятия были достигнуты договоренности о торгово-экономическом сотрудничестве с представителями Архангельской области. Северяне вообще любят оленину, но архангелогородцы вообще любят продукцию этого мясокомбината. Поэтому мы очень рады, что наконец-то открывается такое прекрасное предприятие, где будут реализовываться продукции на архангельском мясокомбинате. Надеюсь, что продукция, которая будет реализовываться и продаваться нашему населению, она порадует своим качеством, своими вкусовыми достоинствами. После того, как было найдено помещение с наиболее высокой проходимостью и удобной логистикой, на предприятии приступили к непосредственному обустройству торговой точки. Впрочем, Архангельск не единственный город, где будет представлена продукция из северного оленя. На сегодняшний день мы очень интенсивно ведем работу по поиску соответствующих помещений в разных городах, в тех городах, особенно, куда есть прямые рейсы, авиационные рейсы с Наринмара. В частности, работа ведется очень активно по Санкт-Петербургу, Москве, Челябинску и Екатеринбургу. Расширение филиальной сети мясопродуктов – одна из основных задач по развитию предприятия, которая была поставлена губернатором Ненецкого округа Александром Цибульским. При назначении нового руководителя мясопродуктов было бы на особый приоритет по развитию филиальной сети внутри России и в перспективе на экспортные рынки в Европу, Азию и так далее. Отрадно видеть то, что на текущий момент эти планы реализованы, данный магазин открыт. В принципе, по настроению, которое здесь есть, видно то, что люди ждали этот магазин. Фирменный магазин мясопродуктов расположен в центре Архангельска. В торговой точке представлен практически весь ассортиментный ряд выпускаемых предприятий. Алина Волчейская, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север Архангельск». 2020 год объявлен президентом России Годом памяти и славы. В Ниньском округе продолжается цикл праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Так в поселке Красное прошел творческий вечер «Муза Победы». В следующем материале все подробности. В школе поселка Красное этим вечером особо трепетная и теплая обстановка. Звучат песни военных лет, поэтические произведения в исполнении победителей конкурса художественного слова «Зеркало души». Когда мы живем в небольшом поселке или в деревне, то такие мероприятия, если они подготовлены хорошо, качественно, то имеют они особо глубокий отзыв в наших сердцах. Как-то, кажется, больше чувствуем, потому что мы здесь, в поселке, ближе, мы всех знаем. Практически очень много родственников, поэтому как-то оно переживается нам сильнее. Одно из особо важных и торжественных событий вечера – передача «Капсулы времени». В нее вложено послание, которое потомки прочтут в 100-летний юбилей Победы. Инициатива очень добрая, хорошая. В 70 лет была эта передача «Знамени Победы». И мы в каждом муниципальном образовании, на 70-летие, у нас побывало «Знамя Победы». Это регионное отделение, такая была акция. И сейчас местное отделение Заполярного района предложило, чтобы нас объединить, чтобы передать память нашим потомкам о 75-летии Победы, юбилейной дате. И очень важной, значимой предложили капсулу времени. Сейчас в поселке проживает один ветеран войны – Игнатий Васильевич Марков, а также дети войны и ветераны труда. И, конечно же, они не остаются без внимания своих юных земляков. Конечно, историю нашей страны мы обязаны помнить. И очень, я считаю, мероприятия, которые сейчас проводятся, посвященные такой дате, 75-летие Победы, эти мероприятия очень важны для подрастающего поколения, чтобы они не забывали, что предки сделали для нас. И поэтому мы не должны забывать о таком великом событии. На этом череда торжественных мероприятий, посвященных 75-летнему юбилею Победы, не заканчивается. И в ближайшее время пройдет и в других населенных пунктах Ненецкого округа. Екатерина Дементьева, Владислав Ткачев, телеканал «Север», поселок Красное. Начало года для детской школы искусств ознаменовалось яркими победами воспитанников на различных конкурсах. Только в конце января Лиана Айвазова заняла третье место в северо-западном конкурсе художественной самодеятельности. А юный гитарист Глеб Колтаков стал дипломантом второй степени фестиваля, который прошел в Санкт-Петербурге. С талантливыми музыкантами, их педагогами и родителями встретилась моя коллега Ольга Русул. Именно эту песню журавли Лиана Айвазова исполнила на конкурсе художественной самодеятельности, посвященном празднованию 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне. Его финал прошел в Санкт-Петербурге 31 января. Девочка заняла третье место в номинации «Вокал» и получила право выступать на галоконцерте в Калининградской области в апреле этого года. Впрочем, это далеко не единственная победа Лианы на многочисленных международных, всероссийских и региональных вокальных конкурсах и фестивалях. Я себя не заставляю, просто иду, мне это нравится, и это каждый день репетиции получается. И это абсолютно добровольно, и меня тянет просто на вокал. Вокалом Лианы занимается с 8 лет. Талант в юном даровании педагоги рассмотрели сразу. Наставница девочки Наталья Чичуева гордится успехами ученицы. Педагог сразу поймет, немножко пообщавшись с ребенком, сразу понятно, есть дарование или нет. И это задача педагога, этот алмаз, который попал к тебе в руки, надо сделать бриллиантом, сделать грани, чтобы он заблистал. Это очень важное, ответственное и сложное дело. Поездка Лианы состоялась благодаря финансовой поддержке Ненецкого регионального отделения партии «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Новая школа». Юный гитарист Глеб Колтаков, ученик пятого класса музыкальной школы в январе на фестивале «Виртуозы гитары» участвовал в двух номинациях. Классическая гитара, соло и свободная программа. В последний музыкант стал дипломантом второй степени. На всех концертах мне большая честь, что я там выступаю. Ну и, во-вторых, это ответственность, чтобы не опозориться маму, папу, учителя своего. Глеб очень серьезный юноша, поэтому занятием музыкой уделяет большое внимание. Это несмотря на значительную нагрузку в общеобразовательной школе. Я прихожу домой, и то, что мне учитель говорит повторять, отрабатывать, я просто прихожу и отрабатываю, пока у меня не получится. И потом перед уроком разыгрываюсь, чтобы нормально уже играть и, скажем так, повторять. И, скажем так, другие места, которые я дома не отработал, дорабатывать на уроке. Незаурядные музыкальные способности мальчик проявлял еще в детском саду. Воспитатели посоветовали родителям отдать Глеба в школу искусств. И практически сразу к музыканту пришел успех. Ну, мы, честно сказать, не ожидали. Потому что в нашей семье не было замечено, скажем так, таких талантов, музыкальных способностей. И поэтому, конечно, когда ребенка через три месяца после того, как он впервые взял гитару в руки, его предложили записать в ансамбль и начать разучивать с ним репертуар, то было, конечно, для нас немножечко удивительно. С одной стороны, приятно. Ольга Родионова, педагог Глеба уверена, составляющая успеха каждого ребенка – природный талант, усердие и поддержка семьи. Гитара – это очень сложный инструмент. Нужно ребенку, во-первых, перестроить, что это не умцы-умцы, а аккордики одни. Это один из самых сложных инструментов. И сначала мы в голове у ребенка меняем, что нужно каждодневные занятия. Потом, если подключаются еще родители, например, как с Колотаковым Глебом, то, конечно, этот процесс идет намного быстрее. Надо отметить, что в детской школе искусств много талантов ее воспитанники часто занимают призовые места в конкурсах различных уровней. Всего здесь сейчас обучается 700 детей, работая два отделения – музыкальное и художественное. А из 60 педагогов школы – 55 – это ее выпускники. Любой выезд на конкурс – это стимул не только для преподавателя, но и для ученика. Попробовать свои силы намного выше, посмотреть, чем живут другие регионы, как развиваются ребята в других регионах. И конкуренция здоровая, она только положительно влияет на наших ребят. Вывозить юные таланты на конкурсы и обновлять инструменты не всегда получается за счет собственных средств. Поэтому на помощь приходят спонсоры-меценаты. Я хочу сказать огромное спасибо спонсорам, которые нам помогают. Это ведь и даже индивидуальные предприниматели. Заблина Татьяна Геннадьевна оказывает нам. Наримарское Гарпо. Огромное спасибо, хочется сказать, некоммерческая организация, получительному фонду «Лукоил», нефтяным компаниям «Лукоил Коми», «Вардейский терминал». Но самое огромнейшее спасибо, нижайший поклон за поддержку всех наших проектов. Мне хочется выразить партнером Харягинского СРП, оператором которого является «Зарубежнефть. Добыча Харьяга». Сейчас воспитанники школы и педагоги готовятся к одному из самых важных конкурсов, который пройдет в конце марта в Архангельске. Туда отправятся 20 детей. Примечательно, что победители получат возможность поступить в музыкальный колледж вне конкурса. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Такова вся информационная картина к этому часу. Далее прогноз погоды.